Вода в день крещения А священную воду не стоит воспринимать как некую таблетку, от которой непременно произойдет чудо. Однако если употреблять эту воду с верой и молитвой к Богу, то тогда по воле Божьей можно получить облегчение недуга или даже полное исцеление. В это верят многие люди, но одним целебная вода помогает, а другим хоть в прорубь на крещение окунаются. Им это не помогает, потому что, как говорится в Библии, да воздастся каждому по делам его. Прежде всего, очищение человека от его страстей и грехов – это долгий путь личного осознанного покаяния. Крещенское купание не является обязательным и уж тем более не очищает от грехов автоматически. Если все же человек хочет искупаться в крещенской проруби, то лучше всего окунуться три раза с головой, произнося при этом во имя Отца и Сына и Святого Бога. Однако, это не является строго установленным церковным обрядом. Крещенская вода обладает целебными свойствами и долго хранится. Если вы не ходите в церковь, то можно самому набрать воду накануне полуночи, в ночь с 18 на 19 января. Возьмите емкость, наполните ее водой. Ровно в полночь вода, по народному поверью, становится целебной и будет долгое время вам помогать от недугов, страхов, стрессов, если пить ее и умываться ей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...